Привет, друзья! Сегодня у меня очень насыщенное видео. В этом видео я покажу свои работы, свои новиночки, а также в конце видео будет розыгрыш, так что обязательно досмотрите до конца. У меня выдалась продуктивная неделя, хотя с прошлого моего видео с показом работ прошло больше недели. Но давайте начнем с покупок. Я заказала на сайте Озон вот такие гелевые ручки. Здесь 48 цветов. Я уже испробовала и чуть позже покажу. Ручки мне понравились, никаких высохших сухих ручек нету, все пишут хорошо. Здесь действительно 48 цветов, несмотря на то, что на упаковке есть такая линейка с цветами, где повторяющиеся цвета. Но на самом деле на эту линейку смотреть не стоит, это вообще не актуально. На самом деле цвета ручек здесь другие. Здесь есть неоновые ручки, есть блестящие, есть металлизированные. Вот так вот вблизи выглядит ручка. Очень хороший дизайн, мне нравится. Выглядит симпатично, очень удобно писать такой ручкой. На каждой ручке есть цветовое обозначение. В принципе, они соответствуют. Так что могу рекомендовать эти ручки к покупке. Мне они понравились, я о покупке не жалею. Также я заказала вот такие гелевые ручки с разноцветными чернилами. У них грифель, который наполнен различными чернилами. И, соответственно, получается, они меняют цвет. Я давно такие хотела, смотрела, выбирала. Решила взять вот такие цветные. Здесь розовый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый и голубой. Цвета такие неоновые, скорее. Но все 10 ручек, они одинаковые. Одинаковые стержни у них. А по цвету они отличаются просто для красоты. Сами колпачки. Про впечатления от них расскажу чуть позже, когда буду показывать работы. И начну я пока с того, что раскрасила. С раскраски Затерянный океан Джоанны Бесфорд. Тут я раскрасила вот таких переплетающихся змеек. Это карандашик Ахенур Манделуз. Раскрасила довольно быстро, потому что тут я особо не старалась, не обращала внимания на детали. Просто раскрасила таким градиентом. И даже фон не стала делать, но я довольна, что еще одна работа у меня раскрашена. Как видите, книга разваливается на глазах. Но я, когда закончу, уже ее подклею. Вот еще одна работа. Эта работа у меня давно была начата, но я ее все никак не заканчивала. А вот недавно решила закончить. Это карандашик Ахенур Манделуз, опять же. Здесь уже много чего было сделано давно. Фон, например. Поэтому много времени у меня не заняло. И здесь, опять же, несложно я раскрашивала. Старалась раскрасить как можно быстрее, но получилось довольно симпатично. Вот еще одна работа. Ее я раскрашивала на марафон Ольги Рани. Тема была черепаха. И как раз я нашла на страницах этой раскраски черепашку. Чему очень обрадовалась, потому что это повод закончить еще одну работу в этой раскраске. А тем более тут разворот. Здесь я тоже работала карандашами Ахенур Манделуз. Вот что-то они у меня прям хорошо пошли в этой раскраске. И получилось тоже неплохо. Все довольно-таки ярко, симпатично. Но несложно. Опять же, я там тени никакие не прорабатывала. Просто вот где-то сделала переливы, где-то просто раскрасила. Но все равно заняло времени не так уж мало. Потому что вообще в этой раскраске все работы довольно долго раскрашиваются. Потому что она сложная, с мелкими деталями. И вот еще один разворот. И здесь я красила новыми гелевыми ручками. Вот этими 48 цветов. А здесь я попробовала на этой иллюстрации абсолютно все ручки, все цвета. И неоновый, и металлический, и обычный. В общем, все-все-все. И мне понравилось ими раскрашивать. Хотя времени тоже заняло довольно долго. Смотрите, здесь, может быть, видно будет, как блестят ручки. Много ручек с блестками я использовала. Такая яркая работа получилась. Прямо вся разноцветная. Учитывая, что все-все ручки я тут использовала. Но, тем не менее, здорово, что целый разворот готов, который не такой уж легкий. И фон я тут вообще не делала. Просто решила ручками раскрасить и все. Эти страницы я скотчем проклеила уже после того, как раскрасила, чтобы они не выпадали. И, в принципе, в этой раскраске осталось не так уж много иллюстраций. Жду не дождусь, когда закончу ее. И смогу показать уже законченную обзор. Законченной раскраски. Так что я довольна. Много работ вышло на этой неделе тут. Дальше в спиральной раскраске очень странные дела. Я раскрасила тоже несколько работ. Вот это все у меня уже было раскрашено. И вот я раскрасила вот этот разворот. Слева это Джонатан. И его я раскрасила новыми гелевыми ручками с переходящими в разные цвета чернилами. И мне не понравилось от слова совсем. Потому что если розовый и фиолетовый это еще нормальное сочетание. Вот эту ручку я раскрашивала. То следом идет зеленый за фиолетовым. И это вообще ужасное сочетание фиолетовый и зеленый. Как видите, этот цвет смотрится блекло. Хотя в ручках он кажется таким салатовым ярким. Но на деле получается совсем бледно. Видите, даже плохо видно очертания портрета. В общем ужасно получился портрет. Мне вообще не понравилось. Так что о покупке этих ручек я жалею. Потому что я их брала специально для спиральных раскрасок. А в итоге результат этими ручками меня вообще не устраивает. Так что не советую. А вот эту работу справа я раскрасила уже линерами. Это не вот эти ручки с многоцветными чернилами. Это линеры от Эрих Крауза. Но я тут решила использовать несколько цветов. Что-то вот мне захотелось, чтобы портрет был не одного однородного цвета, а с переходящими цветами. Но опять же мне не нравится результат. Лучше бы одним цветом раскрасила. Потому что так тоже не очень хорошо читается. Тем более цвета такие светлые. Все-таки в спиральных раскрасках лучше брать более темные цвета. И насчет переходов я даже не знаю, стоит ли их делать. И вот еще одна работа в этой раскраске, которую я успела сделать. Это Стив. И мне очень нравится, как получилось. То есть я просто взяла голубую ручку, линера от Эрих Крауза опять же, и одним цветом раскрасила. И смотрится хорошо. Так что не знаю, буду ли я пробовать еще разными цветами тут в этой раскраске. Все-таки однотонный портрет смотрится лучше. И сам портрет, и сам персонаж мне нравятся. Особенно в пятом сезоне этот персонаж хорошо себя проявляет. Так что из всех трех работ это наиболее, больше всего мне нравится. Ну а что касается ручек, я не знаю, может быть я их применю в каких-то других раскрасках, в каких-то других делах. Потому что вот для спиральных раскрасок мне они совсем не понравились. Дальше идут раскрашенные работы в раскраске Удивительный Китай. Я снова ее задействовала. А здесь у меня несложные работы. Такие отдыхалочки. Но мне нравится, что эта раскраска продвигается. Тут я раскрасила журавлей. По-моему я раскрашивала одними из карандашей, которые брала на обзор в прошлом видео. Кажется это карандаши Гамма здесь. И хоть это и журавли, но я их раскрасила розовые под фламинго. Мне почему-то так захотелось. И на фоне что-то похожее на закат. Она несложная работа. Я тоже очень быстро ее сделала. Тем не менее, мне нравится. Дальше снова журавль. Здесь еще проще. Раскрасила очень быстро. Это карандаши Гамма, если я не ошибаюсь. Таким легким слоем раскрашивала. И в общем без заморочек. Но тем не менее, еще одна работа готова. На следующей странице снова журавль. Но этот конечно смешной, странный персонаж здесь изображен. Он такой вообще в непонятной позе. Но тем не менее, вот тоже раскрасила маркерами и карандашами. И следующая страница, еще один журавль. Тут уже карандаши. Опять Гамма, по-моему. Точно не помню. Еще одна страница. Это пионы. Тут я раскрашивала карандашами Кахи Нурман де Луз. И даже их размывала. По крайней мере, именно на цветах и листочках. Ну, а вот эти узоры на фоне просто раскрасила фиолетовым цветом. Ну, такая простая опять же работа, но симпатичная. И еще одна работа готова. Думаю, что эта раскраска у меня, возможно, даже быстро закончится. Вот еще одна работа. Это птица Феникс. Карандаши Кахи Нурман де Луз. Саму птичку я раскрасила как можно более ярко. Потому что она вроде как ассоциируется с огнем. Поэтому такие цвета. Ну, в принципе, мне нравится то, что получилось. И такие нежно-голубые облака. В принципе, в этой раскраске все. То, что я успела раскрасить за последнюю неделю. И следующая раскраска, в которой я успела пораскрашивать. Это тотемные животные Ханы Карлоса. Здесь работа на вступительной страничке с подписью. Эту работу я делала карандашами Браден. Обзор на который я выкладывала на своем канале. Если еще не видели, обязательно посмотрите. И эта работа, в принципе, мне нравится. Такая симпатичная работа получилась. И не сложная. И плюс еще одна страничка в этой раскраске готова. Так что я всем довольна. Карандаши яркие. Хорошо пишут. Такой хороший бюджетный вариант карандашей. И также на обзор карандашей я раскрасила, опять же, в Хане Карлсон. Чтобы были похожие иллюстрации похожего стиля. И эти цветочки желтенькие я раскрашивала карандашами Гамма. Мне очень понравилось им раскрашивать. Неплохо получилось. Так что и карандаши неплохие. И работа заодно получилась довольно-таки симпатичная. Только звездочки я тут раскрасила гелевыми ручками блестящими. Но, вот видите, они блестят. А так все остальное карандашами. Этой работой я довольна. Она, опять же, не слишком сложная. Но все равно, я считаю, ярко получилось. Довольно-таки неплохо. И, наконец, мы добрались до раскраски Игра Престолов. Вот я ее сразу открыла на страничке, которую я недавно раскрасила. Здесь олень уже был раскрашен фломастерами очень давно. И эта работа так и стояла незаконченная. И когда я раскрашивала другую работу из этой книги для марафона, то у меня как раз акварель на палитре осталась. Я думаю, почему бы не закончить вот эту работу. Ну и вот так получилось. Ничего особенного, но законченная страничка. А вот эту работу с мечом я сделала для марафона Ольги Раня, опять же, на тему меч. И мне нравится то, что получилось. Это все полностью я раскрасила акварелью. Здесь карандашей вообще нет. И вот эти вот узоры, и фон, и золотые элементы. Ну, типа золотые, надеюсь, смотрится как золото. Все это полностью акварелью раскрашено. Времени я потратила на нее довольно много. Но мне очень нравится результат. И сам процесс был таким классным, расслабляющим. Пишите ваше мнение, какие работы и в каких раскрасках вам понравились больше всего. Мне будет очень интересно. И, наконец, самая интересная и самая долгожданная, я думаю, часть этого видео. Это розыгрыш раскрасок. Я буду разыгрывать эти две раскраски. Сокровище Узбекистана и Бразильский карнавал. Это две моих авторских раскраски. Антистресс. И я разыграю их среди моих подписчиков на YouTube. Правила розыгрыша очень-очень простые. Для того, чтобы участвовать, достаточно быть подписанными на мой канал на YouTube. И для участия нужно оставить комментарий под этим видео. Например, если вы хотите раскраску сокровища Узбекистана, то пишите в комментариях «Хочу раскраску сокровища Узбекистана». И, соответственно, если вы хотите бразильский карнавал, то пишите «Хочу раскраску бразильский карнавал». Я присвою каждому участнику номерок и потом с помощью рандомайзера случайных чисел выберу победителя. По каждой из книг будет отдельный розыгрыш, поэтому шанс есть у всех. Как выиграть отдельную книгу, так выиграть и обе книги. Поэтому обязательно участвуйте. Отправлю подарок победителю я за свой счет по странам СНГ. Итоги розыгрыша я подведу 25 мая. Так что обязательно следите за новостями, подписывайтесь на мой канал и участвуйте. Всем удачи в розыгрыше. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!